Каждый школьник знает о том, что Google – компания добра, а Сергей Брин, прямо как волшебник изумрудного города, дает людям то, что они захотят. Год назад рынок вожелал качественный планшет, и совместно с компанией Asus был выпущен первый на то время семидюймовый таблет. А так как они очень добрые ребята, то планшет был еще одним из самых доступных. Но сегодня речь не о нем, а о его младшем брате, с тем же именем, теми же родителями, но другим годом рождения в паспорте. И так у меня в руках Google Nexus 7 2013 года. Как и предшественник, Nexus 7 имеет спокойный и неброский дизайн. Немного изменились пропорции, корпус стал чуточку длиннее, немного уже за счет уменьшения боковых рамок и тоньше. Масса устройства также снизилась и составляет 290 граммов. Планшет очень удобно держать в одной руке, так что чтение в транспорте не доставит неудобств. Всю лицевую панель занимает семидюймовый IPS-экран, закрытый защитным стеклом Gorilla Glass. Задняя крышка, сделанная из черного софт-тач пластика, объединена с боковинами, что положительно сказалось на общей жесткости корпуса. Планшет не выскальзывает и лежит в руке очень надежно. Качество сборки хорошее, но немного хрустел один из уголков, видимо особенности тестового экземпляра. Кнопка включения и качелька регулировки громкости расположена на правом скосе, но чуть ближе к задней грани. К такому расположению кнопок нужно привыкнуть и все равно мне кажется левой рукой их использовать как-то удобнее, чем правой. Динамиков у Nexus теперь два, расположены они на боковых скосах, благодаря чему звук не будет заглушаться, если положить планшет, к примеру, на стол. А при просмотре фильма руки будут создавать некое подобие рупора, направляя звук в сторону зрителя, да и стереоэффект достаточно ярко выражен. Запас громкости очень хороший, на фоне Nexus, а мой iPad mini звучит не громче шепота монаха. Но подожди, яблочный дружок, мы еще не добрались до того, что огорчит тебя куда больше. Речь, конечно, о дисплее. Он тут крут, как Chuck Norris в лучшие годы. 7 дюймов, IPS с разрешением 1920 на 1200, с плотностью пикселей 332 точки на дюйм. А это на секундочку, самая большая плотность среди всех планшетов, не то, что у меня. Экран очень яркий и контрастный, с безгранично широкими углами обзора. Параметры матрицы настроены идеально еще на заводе. Одним словом, это один из лучших дисплеев из тех, что вообще устанавливается в мобильное устройство. Браво! Nexus 7 хоть и был в свое время вполне себе производительным планшетом, но был основан на достаточно противоречивом и прожорливом чипсете Nvidia Tegra 3. Новинка же блещет четырехъядерным Qualcomm Snapdragon S4 Pro с тактовой частотой полтора гигагерца, с двумя гигабайтами оперативной и шестнадцатью, либо тридцати двумя гигабайтами встроенной памяти. Возможности для расширения хранилища не предусмотрены. Графику обрабатывает видеоускоритель Adreno 320. Офигенчик! Все ресурсоемкие игры идут без каких-либо подтормаживаний, с высоким FPS на максимальных настройках графики, даже несмотря на высокое разрешение экрана. GPS-чип, кстати, встроен во все версии устройства, а не как у некоторых, только в 4G-вариант. На данный момент это один из самых мощных семидюймовых Android-планшетов, а если честно стоимость, то конкурентов на рынке вообще нет. Время автономной работы также улучшилось и теперь составляет около 8-9 часов активности экрана, например, при просмотре видео. Автономность вполне на уровне айпада мини, который до сих пор остается самым долгоиграющим планшетом. Есть тут и поддержка беспроводной зарядки по стандарту QI. Ну и это еще не все, так как это устройство от Google и именно Nexus'ы самыми первыми получают обновления, то и Android тут самый последний 4.3. Последняя версия ОС содержит целый ряд изменений, но из самых значимых стоит отметить систему добавления пользователей и профилей с ограниченными правами доступа. Это удобно, когда планшетом пользуется не один человек. Сменить пользователя можно в панели уведомлений нажатием на кнопку выбора профиля. Стоит отметить и поддержку OpenGL ES 3.0, который не только обещает невероятную графику в будущих играх, но и улучшает производительность в уже вышедших хитярах. Android, конечно же, голенький и работает на первой космической скорости. Найти потормаживание в интерфейсе не представляется возможным. Если помните, в первом Nexus 7 была только веб-камера, но добрый гугловолшебник оснастил 2013-го 5-мегапиксельным модулем, позволяющим снимать видео с разрешением вплоть до 1080p. Качество фотографий достаточно неплохое, но при приближении заметны шумы. iPad mini и уж тем более Xperia Tablet Z фотографируют существенно лучше. Впрочем, само наличие камеры является несомненным плюсом. Веб-камера немного смещена вправо относительно центра и имеет разрешение 1,3 мегапикселя. В кино и даже в IT-индустрии не так часто встречаются удачные сиквелы. Адмер Пипец, Пипец 2, iPhone и iPhone 3G, который лишился металлического корпуса. Но Nexus 7 – это устройство, улучшенное абсолютно в любом аспекте, начиная от дизайна и заканчивая производительностью и камерой. И если прошлый Nexus был просто хорошим планшетом, основным достоинством которого была невысокая цена, то 2013 – лучший планшет на рынке вообще и практически не имеющий аналогов. И при всех этих чудесных трансформациях стоимость не изменилась. Я не понимаю, почему вы до сих пор смотрите это видео и не заказывайте себе Nexus 7 2013. Ну разве что для того, чтобы узнать название трека в титрах, поставить лайк и подписаться на канал, других причин мерить просто нет. Ну и кроме того, что официальная версия появится у нас в продаже в конце сентября. Наташа вас очень любит.